Дорогие друзья, добрый день. Я очень рад вас всех приветствовать. Сегодня мы делаем ещё один серьёзный шаг в освоение перспективных нефтегазовых месторождений Арктики. Платформа Вест-Альфа готова приступить к бурению поисковой скважины на шельфе Карского моря. Это очень серьёзное дело. Знаю, что запускаемый проект во многом является уникальным. Здесь будут применены новейшие технологии, уже проведён большой объём геолого-разведочных изысканий, подготовлены специальные природоохранные мероприятия. Я знаю, что и компания «Роснефть», и все её партнёры, в том числе и «Эксонмобил», придают этому особое значение, уделяют особое внимание, особенно в этом очень чувствительном с точки зрения экологии регионе мира. Всё это стало возможным, вся эта такая большая работа стала возможным, как я уже сказал, при объединении усилий «Роснефти» и наших американских партнёров «Эксонмобил». Практика показывает, что в одиночку реализовать такие крупные, высокотехнологичные, масштабные проекты мирового уровня, мирового класса практически невозможно или, во всяком случае, очень сложно. Сегодня коммерческий успех определяет эффективная международная кооперация. Бизнес, в том числе и крупные компании, и отечественные, и зарубежные компании, это прекрасно понимают. И, невзирая на сложности сегодняшней, текущей политической конъюнктуры, тем не менее, прагматизм, здравый смысл всё равно берут вверх, и это очень радует. На наш взгляд, это по-настоящему ответственный, по-настоящему деловой подход, и только он может быть продуктивным. Такую позицию мы, безусловно, приветствуем и, в свою очередь, открыты для расширения нашего сотрудничества с партнёрами. Ещё раз подчеркну, компания «Эксонмобил» – наш давний, надёжный партнёр, мы дорожим нашими отношениями. Убеждён, что совместные проекты «Роснефти» и «Эксонмобил» другими компаниями пойдут на пользу нашим национальным экономикам, будут способствовать укреплению глобальной энергетической ситуации, и, безусловно, будут развивать прорывные технологии, создавать новые рабочие места. И в заключение хочу искренне поблагодарить всех, кто занимается освоением богатейших ресурсов шельфа арктических морей, трудится над обустройством новых месторождений в этом районе, и знаю, что впереди у вас ещё очень большая работа. Уверен, что с ней, как и всегда, вы справитесь, причём на самом высоком профессиональном уровне. Позвольте всем вам пожелать успехов. Пожалуйста, прошу вас, уважаемые друзья. Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Полтора месяца назад мы докладывали об установке самой большой в мире добычной платформы «Перкут» на Сахалине, а сегодня второе главное событие года в мировой нефтяной отрасли – начало разведочного бурения в Карском море. Мы находимся на морском разведочном комплексе «Вест-Альфа» на 74-й параллели в 106 километрах от берега Новой Земли и в 250 километрах от материковой части Российской Федерации до ближайшей береговой инфраструктуры в посёлке Диксон 524 километра. В настоящее время в мире на этих широтах не работает никто. Бурение будет осуществляться с полупогружной платформы «Вест-Альфа» водоизмещением 31 тысяча тонн. Осуществлена привязка платформы к координатам точки бурения. Платформа прошла глубокую модернизацию для работы в ледовых условиях, соответствует самым высоким требованиям промышленной и экологической безопасности. С целью исключить любые риски платформа оснащена двумя группами противовыбросовых превенторов и независимым подводным запорным устройством. За два месяца нам предстоит выполнить комплекс работ разведочного бурения, чтобы подтвердить продолжение на морском шельфе нефтегазоносных структур Западной Сибири. В результате этой работы мы надеемся открыть новую Карскую, Москву и нефтегазоносную провинцию, которая, по оценкам экспертов, по объему ресурсов превзойдет такие нефтегазоносные провинции, как Мексиканский залив, Бразильский шельф, шельф Аляски и Канады, и будет сопоставима с ресурсной базой Саудовской Аравии. Вместе с нами, Владимир Владимирович, здесь работают наши партнеры и друзья, представители американской компании «Эксенмобил» Гленн Уоллер, наши норвежские коллеги из «Норд-Атлантид-Гриллинг», вместе с которыми мы работаем в рамках специализированной сервисной компании по бурению на море и на суше, их представитель Ян Тор Тейман, ваш спецпредставитель по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Николаевич Челенгаров. Разрешите продемонстрировать короткий справочный ролик. Пожалуйста. Через несколько мгновений произойдет исторический момент. Буровая установка «Эст-Альфа» начнет свою работу в Карском море. Всего через три года после получения лицензии на добычу в Арктике «Роснефть» и «Эксенмобил» пробурят самую северную скважину в Российской Федерации. Для решения этой масштабной задачи компания использует установку «Эст-Альфа». До места назначения платформа преодолела огромный путь. От норвежского порта Ставангер достигла точки бурения в побережье Новой Земли. В общей сложности это 1900 морских миль. Выбор в пользу буровой установки «Эст-Альфа» был сделан на основании детального анализа, проведенного «Роснефтью» и «Эксенмобил». Ее водоизмещение 30 700 тонн. Длина 70 метров. Ширина 66 метров. Высота буровой вышки над главной палубой 108,5 метров. Осадка во время бурения 21,5 метр. «Эст-Альфа» имеет полупогружную конструкцию и стоит на двух понтонах длиной 89 и шириной 13 метров каждый. На точке бурения установка удерживается с помощью восьмиякорной системы позиционирования. Установка способна бурить на глубине до 7 километров, а это почти 14 останкинских телебашен. Эксплуатируемая одной из ведущих в сфере бурения на шельфе компании «Норд-Атлантик Дриллинг», буровая установка «Эст-Альфа» отлично зарекомендовала себя при проведении работ в северных морях. Но даже при этом специалисты «Роснефтью» и «Эксенмобил» несколько месяцев готовили установку к беспрецедентной операции в Карском море. Модернизация коснулась как основного, так и вспомогательного оборудования, что повысило надежность их работы, в особенности системы жизнеобеспечения и экстренной эвакуации. На установке размещен инновационный комплекс контроля ледовой обстановки для обнаружения айсбергов и слежения за морским льдом. В режиме реального времени комплекс предоставляет оперативную информацию и оповещает персонал станции о возможных опасностях. В его работе используются инфракрасные камеры и современные бортовые радиолокационные станции. В целях обеспечения безопасности в тяжелой ледовой обстановке «Роснефтью» и «Эксенмобил» разработали уникальную систему предотвращения столкновений с айсбергами. Она предусматривает даже физическое воздействие на лед. В случае необходимости специальные суда поддержки отбуксируют айсберг на безопасное расстояние. Если же физическое воздействие невозможно, система изолирует скважину без вреда для окружающей среды. Опоровая установка перемещается в безопасное место. Суровые климатические условия ограничивают время работы платформы двумя месяцами, после чего Карское море вновь будет сковано льдом. Поэтому на ближайшие 60 дней команды российских, американских и норвежских специалистов будут работать поочередно, сменяя друг друга. Вест-Альфа превратится в технологический центр, который никогда не спит. Старт бурения в Арктике заложит основу масштабной программы развития и береговой линии. В Мурманской области будет создана опорная береговая база шельфовых проектов компании. Запланировано развитие Мурманского транспортного узла, строительство новых портовых комплексов и морских терминалов, сети подвесных железнодорожных и автомобильных магистралей. А вместе с этим и создание более 2000 новых рабочих мест. Этот проект позволит Роснефти открыть новую страницу в мировой истории нефтегазодобычи. А Россия вновь подтвердит свой статус великой энергетической державы. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о полной готовности бурового комплекса к работе. Все системы протестированы, требования безопасности обеспечены. Осуществляется постоянный экологический и технологический мониторинг со стороны Ростехнадзора. Отработано взаимодействие с МЧС. Мы готовы начать первое поисково-разведочное бурение в Карском море. Разрешите приступить к работе? Начинайте. Прошу оператора буровой установки приступить к бурению. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас вы увидите, как начался процесс бурения. Буровой инструмент опускается через ротор. Он пройдет толщу воды 81 метр. Будет пробурена вертикальная скважина расчетной глубиной 2350 метров. Проект скважины предусматривает нулевой выброс вредных веществ. Будут получены образцы породы. Проведена интерпретация геологических данных и разработана в последующем модель освоения месторождения. В результате предварительных геологических исследований в Карском море обнаружено более 30 нефтегазоносных структур. Экспертная оценка ресурсной базы только трех участков из этих структур. И вот первый участок, это университетский первый, на котором мы сейчас находимся, составляет 87 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Освоение арктического шельфа принесет нашей стране огромный мультипликативный эффект. Также докладываю, что в соответствии с графиком идет подготовка к бурению на шельфе Черного, Азовского, Печорского, Охотского и Баренцева морей. Уважаемый Владимир Владимирович, от имени участников проекта хотел передать вам слова нашей благодарности за доверие и поддержку. Еще год назад почти никто не верил, что мы способны реализовывать такие проекты, а сегодня мы приступили к этой работе. Большое спасибо. Я вас всех еще раз поздравляю. Уверен, что проект будет реализован, доведен до конца, пойдет на пользу нашим экономикам и, как я уже говорил, мировой энергетике. Спасибо вам большое и всего доброго. Успехов. До свидания. И компания «Роснефть» и все ее партнеры, в том числе и «Эксонмобил», придают этому особое значение, уделяют особое внимание, особенно в этом очень чувствительном с точки зрения экологии регионе мира. Все это стало возможным, вся эта такая большая работа. Поисковые скважины на шельфе Карского моря – это очень серьезное дело. Знаю, что запускаемый проект во многом является уникальным. Здесь будут применены новейшие технологии, уже проведен большой объем геологоразведочных изысканий. В этом году подготовлены специальные природоохранные работы, стало возможным, как я уже сказал, при объединении усилий «Роснефти» и наших американских партнеров «Эксонмобил». Практика показывает, что в одиночку реализовать такие крупные, высокотехнологичные, масштабные проекты мирового уровня, мирового класса практически невозможно или, во всяком случае, очень сложно. Сегодня коммерческий успех определяет эффективная международная кооперация. Бизнес, в том числе и крупные компании, и отечественные, и зарубежные компании, это прекрасно понимают. И, невзирая на сложности сегодняшней, текущей политической конъюнктуры, тем не менее, прагматизируют.